Эта политическая верхушка крадет ежегодно минимум по 30 миллиардов долларов США. Даже если мы единоразово выплатим нашим гражданам 1 миллиону человек по 10 тысяч долларов, именно тем, кто способствовал переменам, именно тем, кто рискнул собой, рискнул своим благополучием, сделал вклад в будущее нашей страны, новой страны, демократической страны, даже если таких выйдет 1 миллион человек, цена вопросов всего лишь 10 миллиардов долларов. Хочу напомнить, что сейчас нынешние общенациональные резервы составляют 87 миллиардов долларов США. И этих средств достаточно для того, чтобы решить все вопросы в нашей стране, все социальные. И в этой связи я считаю, что пришло время объявить именно такие действия, которые мобилизуют нашу нацию, и мы добьемся тех перемен, которых ждет вся наша страна. Мы разработали механизм компенсации, компенсации для тех, кто пострадал от репрессий. И первое, всем тем, кто участвует активно в акциях по смене режима, именно тогда, когда мы добиваемся победы, это наступит день очень скоро, всем тем, кто в этом участвовал активно, выплатить компенсации в форме поддержки от государства по 10 тысяч долларов. Всем тем, кто сейчас участвует в акциях протеста и участвовал ранее, особенно это касается тех, кто поддерживал инициативы демократического выбора Казахстана. 13 марта 2018 года Назарбаев объявил ДВК экстремистской организацией. Именно с 13 марта прошлого года этот режим начал преследовать наших сторонников за просто присутствие на акциях протеста с голубыми шарами. И попали в тюрьмы Аблавас Жумаев, Осет Абишев и еще другие. Многие попали под штрафы, под различные санкции. И мы предлагаем выплатить по миллиону тенге тем, кто попал именно под административные аресты на двое суток, десять суток под какие-то штрафы по миллиону тенге. Всем тем, кто попал в тюрьмы, мы считаем, что именно народный парламент, который будет избран после смены режима, разработал специальный механизм выплаты таким пострадавшим. К этим пострадавшим и относятся те, кто пострадал от действий власти Жан-Узени в 2011 году. Жертвам Жан-Узени мы предлагаем выплатить по 100 тысяч долларов за каждого пострадавшего. Всем тем, кто участвовал в конфликте на станции Щитпе и так далее, выплатить отдельно компенсации, которые должен разработать парламент. Необходимо, чтобы народный парламент разработал различные механизмы выплаты всем пострадавшим Жан-Узени. И в том числе были различные правительственные награды наградить тех, кто действительно сделал свой вклад за освобождение нашей страны от действующего режима. Уважаемые друзья, мы знаем, что очень много людей страдает за свои убеждения, например, религиозные убеждения. Мы знаем очень много мусульман и других, которые просто веруют, попали в тюрьмы и преследуются этим режимом. Мы даже не знаем, какое количество, потому что суды закрытые были. Мы знаем точно, что наша власть преследует людей за религиозные убеждения. И по всем международным стандартам они считаются узниками совести. Мы считаем, что новое правительство должно разработать именно для них тот же механизм компенсации, выплатить значительные суммы за те страдания, которые принес режим Нурсултана Назарбаева и присвоить статус узников совести, именно как политически преследуемых людей, преследуемых за свои убеждения, религиозные или политические. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!